вот такой помидор у меня вырос оранжевый слон мы уже кушали снимали наверное штуки 4 их очень очень ну как вот видите отсюда снимали вот висит этот уже поменьше и кверху они уже идут поменьше большие конечно самые крупные вот эти еще не доспели это оранжевый слон сейчас я перчатку сниму чтобы вам было удобно это вот видите моя ладонь тоже крупные помидоры вон там лежит помидор куда здесь чуть-чуть поменьше это раньше слов и смотрите сейчас подому камер смотрите сколько много и они прям крупные крупные оранжевый слон это считается big томат а вот этот смотреть сейчас будем снимать с зимой смотрите какой огромный жалко тем у нас это весов нет а как его взвесить а там безмен есть вот можно без она без меня покажет да он лежит я просто хотел вот такие вот значит повиси вот который класть так и не купили нет электронные вот такие электронных хотела вот сейчас взвесим с димой посмотрим смотрите какой огромный но даже вот руки не видно это вот оранжевый слон но по вкусу я вам скажу вот вчера мы пробовали да вкусно но не сладкие особо сахара в нем нет он конечно мясистый очень мало семян практически нету очень вкусный но но особо не сладкий а вот амурский тигр вчера снимали спелы и он очень вкусный вот амурский тигр сладкий сладкий висят черные помидорки но они еще не спелы еще не пробовали внутри они должны быть ярко-красные а так они вот черный все обсыпные завязи кстати очень очень хорошие вот вот такими кисточками они завязываются а вот ложечка сейчас скажу как он называется видите их много счастьем блю пиц это блю пиц вот такой помидорчик и вот много-много вот черных томатиков и они прям завязываются до самого верха их очень очень много кисточки прямо замечательные вот этот томат интуиция это конечно ранний томат просто в этом году я все позже посадила пока теплицу сделали интуиция это просто вообще вы посмотрите какие огромные томаты и просто нету ни единого опавшего цветочка видите какая кисть и вот это все все одна кисть вы представляете и какие крупные томаты есть конечно помельче но в кисти сейчас скажу раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 томатов просто такого размера вот они краснеют но интуиция она конечно очень хорошо подходит на засолку это такой сорт засолочный но по вкусу напоминает турецкий помидор вот как в магазинах зимой покупаем до обычный турецкий вот такой вот помидорка но на засолку за то они вообще классно идут и в баночках вот это дима дима потихонечку вот снимает вот это розовый томат но видите вот здесь зеленоватый он чуть-чуть еще недоспелый это розовый томат по моему розовый как то вот розовый не помню как называется очень вкусный томат розовый вообще очень вкусно а вот это амурский тигр конечно амурский тигр мы снимали огромные томаты мы их уже скушали и вот сейчас вот снимаем какие вот есть он красиво видите зелеными полосочками он такого розового цвета вот он да дима показывает вот амурский тигр но очень вкусно следующем году вот амурский тигр буду обязательно сажать это очень вкусный томат желтый змею красную вишню конечно любимый томат детей это желтая вишня и красная вишня желтая вишня еще слаще еще вкуснее вот следующем году обязательно посажу в этом году просто рассада погибла смотрите какие ветки вот видите длинные 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 какая веточка вся обсыпная завязываемость просто шикарно несмотря на жару который у нас все лето стоит и вы посмотрите просто висят как серги этот томат просто обсыпной но до салатов он не доходит ни до чего потому что детки заходят в теплицу просто срывают его кушают но это просто шикарный томат для деток вот самим когда вот так покушать дима взвешивает помидор дим сколько там почти килограмм 900 грамм о ничего 900 грамм представляете друзья 900 грамм томат почти килограмм вот это биф томат ой классный вообще сейчас прям порежем будем пробовать вот интуиции вот видите как она завязывается просто шикарный томат я листья еще до конца не убираю но уже надо убирать чтобы томаты наполнялись солнышком чтобы им было больше света от солнышка и чтобы они уже спели чтобы они спели а то не успеют вот смотрите и представляете с этого куста мы сколько снимали мы кушаем интуицию уже давно вы посмотрите это уже вот вверх и смотрите сколько завязывается завязывается это просто вообще вот до самого до самого верха я сейчас попробую вам показать уперлась даже уже наверх в теплицу я его конечно обрежу чтобы все спели томаты потому что уже которые завяжутся они уже не нарастут не успеют соспеть и для того чтобы он поскорее спел просто обрежу верхушку засолочка у меня вот так здесь вот зонтики видите все оставляю вот зонтики всеми любимый сорт санька санька это просто чудо томат на нем живого места нет даже вот листвы я практически не вижу и не обрезал и он просто обсыпной я не могу вам передать это просто супер сорт сажаю его каждый год и буду сажать саньку по вкусу тоже кто первый раз девочки напоминает тоже обычный турецкий помидор но санька лучше его сажать в открытый грунт я больше его не буду в теплицу сажать просто у меня не было в этом году возможность его в открытый грунт посадить потому что не были сделаны еще грядки вот в следующем году я посажу в открытый грунт и это самый лучший самый ранний томат который мы кушаем супер томат и он отличный на засолку конечно салатные сорта которые выращиваются вот в теплице розовый да вот салатный но конечно вкус их не сравнится вот с этими помидорами конечно это вот только на засолку я их даже вот так не кушай потому что не люблю такие томаты как турецкие такие можно в принципе в магазине купить томатов очень очень много прям очень много вот этот томат это шоколад как-то вот так до шоколадный или шоколад называется видите он такого бурового цвета коричневатого поэтому шоколад тоже весь обсыпной ребята его вот кушают но видите он не как черри черри на чуть меньше красная вишня гораздо меньше а это все таки что-то среднее что-то среднее мои баклажаны очень много баклажан вот они висят смотрите какие они уже крупные баклажаны вот этот вообще скоро надо будет снимать баклажанов очень очень много и они прямо еще завязываются завязывать смотрите очень очень много классные баклажаны баклажаны сажала как всегда черный принц я его всегда сажаю и девочки 2 не скажу еще какой то вот видите вот это именно черный принц а вот этот я даже не могу сказать видите он светлее такого красноватого цвета а черный принц конечно вот прям баклажанчик баклажанчик друзья много разных томатиков я вам показала которые прям вот краснею до который собираем еще многие томаты не краснеют так как позже посажены зеленые ну просто что говорить о сортах если еще не вкуса как бы ничего не пробовали поэтому сказать не могу вот ждем очень томат вот этот пушистый абрикосовый он называется абрикосовый он пушистенький прямо и у меня вот соседушка очень хорошая женщина я ее угощала томатиками на семена я дала как раз вот оранжевого оранжевый слон потом амурский тигр вот интуицию и хочу ей очень дать вот этот абрикосовый но он еще не спеет поэтому я вам ничего не могу сказать ни о вкусе ни о чем будем ждать чуть-чуть еще а вот мои обсыпные томаты у меня была моя подруга леночка и эдик друг моего супруга друг семьи приветик вам ребят если будете меня смотреть они кстати пробовали вот этот желтый томат это желтый шапочка это томат именно горшечный он маленький маленький но он такой обсыпной вот ребята его едят каждый день сашенька срывает кушает до дима когда подойдет тоже сорвет но он просто не прекращает плодоносит вы посмотрите он вот такие маленькие даже прямо завязывает 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 и постоянно вот желтая шапочка кто томатик я сейчас буду в сентябре сейчас возьму во первых это не гибрид желтая шапочка это именно сорт и поэтому я вот такие яркие помидорки оставляю себе на семена буду брать с них семена и обязательно в следующем году буду сажать из своих семян сейчас своих семян конечно пока возьму они про форментируются и соответственно я их просушу и уберу до следующего года но томатов сходит даже не на следующий год лучше а лучше даже через год вот но про что я хочу вам сказать сейчас семена я соберу до автомате у меня остались семена я сейчас сентябре буду сажать именно желтую шапочку и у меня есть еще красная шапочка вот буду их сажать в сентябре и как раз к новогоднему столу к рождеству у нас будут с вами на подоконниках томатики обязательно буду выращивать очень сладкий томат вообще вот знаете прям мед прям сахар сахар отличный томат и просто не прекращает плодоносить прям чудесно мне очень понравился еще у меня есть томатик это мы пришли с вами в другую теплицу томатики сейчас покажу они спеют мы тоже их кушаем он среднего размера не черри и не крупный как санька он помельче среднего прям в баночку входит замечательная его сажала для того чтобы солить он округлой формы этот томатик называется сибирский скороспелый округлой формы красного цвета но вот этот томат в отличие от саньки очень сладкий очень вкусный кстати девочки вот советую тоже буду следующем году его сажать тоже для открытого грунта сибирский скороспелый дима подложил досочки под дыни столько день завязалась просто вы себе не представляете но на кусту я буду оставлять 2 максимум три дыньки чтобы кустик выкормил купила сеточку буду подвязывать их но это просто вот смотрите вот моя рука вот моя рука и вот дыня просто огромной дыни а есть еще больше вот смотрите вон лежит вот видите 2 вот завязалась сейчас пройдем туда я вам покажу смотрите вот какая дыня просто огромная просто уже такое прям бочонок бочонок а есть дыньки которые уже желтеют вот дынька да сейчас покажу вам вот так переверну камеру смотрите какая дынька и она уже желтеет просто огромные красивые дыня но на вкус попробуем сорт я вам покажу на этикеточки тогда когда будем разрезать и будем пробовать огурчиков тоже у нас в этом году предостаточно огурчики разных сортов я говорила не в одном домашнем влоге очень много я делаю кабачки вот огурцы по-корейски я вам скинула рецепт девочки попробуйте очень обалденный салат очень вкусный вот это по-корейски закуска по-корейски вот они по-корейски вот вот я была уже заговорилась уже забыла но предыдущее видео смотрите кому интересно вот огурчиков предостаточно и сейчас огурчики я буду набирать буду а сортишки делать тоже дома вам рецепт ассорти огурцы с помидорами обалденный рецепт очень вкусный и буду делать сделал сегодня 10 банок кабачков сейчас вам покажу очень вкусные кабачки кому интересно пишите я если нужно скину вам рецептик вот и хочу сделать кабачки по-корейски именно салат из кабачков потом буду баклажанчики делать кстати перчики хоть я и переживала что прямо не малюсенькие были дохленькие такие смотрите big мама смотрите какие перчинки какой перчик чудесный вот такой хороший смотрите крупненькие перчинки и его много 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 хотя я все переживала переживала за перца потому что они были настолько малюсенькие дохленькие но ничего будут у нас и перчики видите девочки собрала с этого помидора с огромного оранжевый слон вот семена и что я хочу сказать из такого большого огромного помидора это вот натуральная прям помидор натуральное натуральное мясо потому что в нем нет семян вообще нет воды вообще это натуральный мясистый классный вообще помидор томат просто чудесный и семян совсем совсем мало налила водички собрала семена налила водички и оставляю дня на три на четыре на ферментацию и пускай семена протухают ферментируются потом я их промою и положу на сушку и у меня будут с этого томата свои семена кому интересно как проходит этот процесс если кто-то собирается собирать свои семена сортовых помидоров главное чтобы это были не гибриды а сортовые помидоры напишите в комментариях я сниму отдельное видео для вас капуста у нас завязывается вот такая капуста смотрите какой качанчик уже замечательная капуста буду делать квашеную капусту у меня дочка ни одной зимы не проводит она просто обожает квашеную капусту капуста вся хорошенькая это зимний это московская поздняя по моему да московская поздняя ее где-то вот в октябре наверное снимать чтоб она была прямо хрустящая я еще расти и расти клубничку которую я пересаживала мы покушали клубничку я успела и заморозить клубнику именно до компотов очень много наделал из красной смородины потом сейчас вот яблоки подходят сливы буду вам показывать обязательно компота варенье варилась черный из красной смородины смородины очень много было а клубничка смотрите какая чудесная правда замучиваюсь обрезать усы усы клубника просто шикарная смотрите вот опять надо усы обрезать только несколько дней назад обрезала клубничка вся шикарно но с этих усиков смотрите я пересаживаю вот именно от усиков у меня вот эта клубничка от я беру первый второй усик ну как бы первый первую розетку и вторую розетку с одного уса и смотрите какая сосок меня уже клубничка вот так я ее рассаживаю чтобы было много клубнички посадил я редисочку кстати сейчас уже вот ну не под осень сейчас начало августа это у меня лук это у меня многолетний лук шнитт лук шнитт он цветет он у меня растет в клумбах как декоративный а здесь вот на еду в грядочку посадил это лук шнитт сейчас он не цветет уже от свел и хочу я вам показать вот так стараюсь медленно идти чтоб видно было вот я посадила буквально три дня назад редиску сейчас уже ночи прохладным будто и и как раз нужна прохлада я думаю пойдет редиска еще успеем и и редиски покушать и вот такая через три дня у меня зашла редиска поспевает алыча я посадила алычу путешественница но она еще конечно маленькая не плодоносит она будет огромный прям ярко-розового цвета а здесь была на участке вот такая лыча она очень крупная очень крупная прямо замечательная лыча по вкусу прям ну чудесная просто чудесно она обсыпная speed стоят ящики с яблоками потому что ребята вот собирают поставил им ящики которые падают буду делать компот с этих яблок вот и они собирают в ящички это яблоня коричневка такого сорта уже мне кажется даже не найдешь это старый сорт яблоня взрослая но настолько вкусные вот она ранее вкусные настолько сладкие яблоки я вот мы поедем москву в воскресенье и тети моего супругу я обязательно отвезу они сажали коричневку соседи давали но к сожалению она не прижилась погибла и такого сорта уже найти не могут чудесные яблоки очень вкусно я вот сейчас отошла вот это взрослые яблони коричневка и посмотрите вот веточки веточки яблочки спеют вы просто она не могу даже передать даже листвы не видно все ветки нагинаются очень много яблок это у нас желтая слива она потихоньку потихоньку поспевает тоже смотрите ветки ну просто это обсыпные но она мельче конечно чем алыча она намного меньше меленько но мое сливовое любимое варенье будет я просто очень люблю сливовое варенье крыжовник дочка сеня обирала крыжовник у нас два куста но его настолько много настолько крупные вкусный я вот его на заморозку отправила на компотики у меня дети любят свежие компотики и дочка обычно ягоды берет размораживает достает из морозилки микроволновку ставит буквально там на минуточку размораживает посыпает сахарком и очень любит так уж и делает всякие смузи себе черная смородина конечно уже отошла красная вишни было много но это все уже собрали совсем не было времени показать вам очень много дел на новом участке хочется привести в порядок и вам видео поснимать и себе на память тоже как бы видео хочется поснимать смотрите какая яблоня я вот показываю это молодая яблоня мы поставили вот видите вот такие подпорки под ветки а просто потому что эти ветки уже лежали на земле яблоки крупные но еще не спелы хотя видите они уже прямо красноватые красные скорее всего это яблоня более поздняя но сорта я к сожалению не знаю сейчас я подойду поближе смотрите какая красотка просто обсыпная будем делать сок натуральный и убирать в погреб яблочки вот такие красивые смотрите если его протереть сейчас секундочку она яркая ярко очень сочное яблоко но еще кисловатая мне кажется он попозже смотрите яблоко какой красный вот с этой стороны зеленоватая а вот один бачок красный очень красивые яблони но сорта не знаю а вот это яблонька это точно зимний вариант и эти яблоки вот они все правда кверху находится нет хотя есть и внизу яблочки вот прям внизу внизу видите они еще зеленые тоже сочные пропали но это точно зимние яблоко сорта я к сожалению тоже не знаю мы их будем снимать прям съемными и отправим в похреб это нового года детки будут собой брать в школу кушать свежие яблочки наварила малина в варенье очень очень много малина очень крупная вообще столько много и варенье наварила и на заморозку ребята едят каждый день малина просто чудесная ребят но так как сегодня был такой огородный влог до показала примерно что чего растет вот кабачки не показала почему потому что я снимала в принципе я предыдущем видео под конец я показывала сколько за один раз и кабачков собирание меня желтые ананасовые желтый ананасовый называется сорт белый и цукини очень красиво в баночках получается я вам не буду сейчас показывать цветы выйдет наверное следующем видео все-таки хочется мне заснять огород я не скидываю видео я вам снимаю вот и в этот же день стараюсь выкладывать все так как есть я не собираю по частям видео я его конечно монтирую чтобы было вам интересно но я не собираю вот один помидор мы скушали допустим сняла 2 помидор и чтобы вам казалось что вот так все помидоры я вам показывать так как это все есть натуральным видео вот сейчас я снимаю вам и через час выйдет видео поэтому про цветы я выпущу наверное после этого видео вот а сегодня такой огородный влог но как всегда по традиции моего канала я желаю всем счастья здоровья любви всего самого хорошего не забывайте ставить лайки и конечно подписывайтесь всем до новых встреч с вами была ваша воля всем пока пока